Орторексит это когда человек питается по каким-то правилам, которые он сам для себя установил. Неправильное правильное питание. Еда наряду с сексом и сном это одно из трех базовых удовольствий. Люди понимают, что так как мы раньше питались, мы не можем питаться, а как питаться сейчас не совсем понятно. Друзья, я приветствую вас у себя на канале. Меня зовут Евгений Масеев. Я приветствую всех постоянных подписчиков, всех новых зрителей. И сегодня я хотел бы поговорить о расстройстве пищевого поведения. Вы просили снять видео на эту тему, для того, что тема очень широкая. Поэтому я сегодня буду говорить только об одном расстройстве. Это орторексия. Что такое орторексия? Дело в том, что у меня на канале есть достаточно много видео, которые посвящены каким-то состояниям или расстройствам, которые как бы уже канули в лету и они уже исключены из современных медицинских классификаторов. Ну, например, психопатия. Но сегодня я хотел бы сделать, так сказать, сыграть на опережение и рассказать о расстройстве, которое еще не включено ни в одной из классификаций. Но высока вероятность, что оно будет включено. Итак, что такое орторексия? Орторексия – это когда человек питается по каким-то правилам, которые он сам для себя установил. То есть, по сути, это такое правильное питание. Но поскольку, если человек сам себе правила придумал, это скорее исключение, чем правило, то получается, что это такое неправильное правильное питание. Понятно, что если ты следуешь какой-то собственной непонятной диете, то это может привести к разного рода заболеваниям, вообще к любым заболеваниям. Но я сегодня хотел бы поговорить о том, какие вообще внешние факторы способствуют развитию этого расстройства у человека. Какие причины приводят вообще к развитию этой самой орторексии? Во-первых, нужно понимать, что мы первое поколение людей, которое живет в условиях изобилия еды. То есть, если раньше люди всегда жили либо впроголодь, либо они голодали, либо им нужно было тяжело работать для того, чтобы питаться нормально, и они голод помнили на своей памяти еще. Какой-то голод, война, потоп, какие-то катаклизмы. Сейчас все поменялось просто с точностью до наоборот. Та еда, которая раньше была едой выживания, ну, например, хлеб, который всему голова, потому что на самом деле хлеб – это пища выживания. Это еда, которую легко транспортировать, легко готовить. Она не полноценная, но на хлебе можно какое-то время протянуть. Поэтому вот ценность была именно у таких продуктов питания, которые важны в какое-то такое тяжелое в плане питания время. Сейчас мы живем, наоборот, в такой ситуации, когда, ну, если посмотреть какой-то голливудский фильм, то там показывают семью с низким достатком. Это, предположим, там, я не знаю, какие-то полные афроамериканцы с признаками переедания, которых на столе у них большая гора картофельного пюре и куриные лапы не едят. И потом показывают людей из среднего класса, там, чуть выше, чем средний класс. Они питаются там какие-то сельдерейные чипсы и смузи из самодельного йогурта. То есть такое правильное питание. Но дело в том, что так, как питаться правильно, мы не знаем, у нас нету таких традиций. Более того, те традиции, которые к нам пришли, это традиции, ну, которые нас подталкивают к перееданию. Очень часто можно встретить такую ситуацию, когда сидит бабушка, кормит внука. Внук уже несчастен. Она не замечает, что он уже заболевает, что у него уже есть признаки переедания. Она смотрит в кастрюлю и смотрит, когда там дно появится. Потому что ее учили, что если ты сегодня можешь какую-то еду съесть, ее нужно всю съесть. Потому что завтра еды уже не будет. И вот эти традиционные установки, вот это давление такого традиционного воспитания, оно по сути и приводит к тому, что люди понимают, что так, как мы раньше питались, мы не можем питаться. А как питаться сейчас, не совсем понятно. Здесь мы приходим ко второй причине развития этой ортолексии. Дело в том, что все иерархические институты, например, институт медицины централизованный, они сейчас дискредитированы. Люди не доверяют всемирной организации здравоохранения, люди не доверяют какому-то, не знаю, городскому главному диетологу, поскольку там коррупция, все оно дискредитировано. Кроме того, есть в интернете в широком доступе большое количество неструктурированной, часто хаотической информации. И каждый человек волен себе выбирать те правила, касаемо питания, которые он хочет себе выбрать. Не имея опыта, не имея определенных знаний, но имея желание и имея возможность, человек выбирает себе такие правила для питания, которые ему кажутся, ну, наиболее, скажем так, убедительными и вообще интересными. Еще одна причина, которая заставляет людей питаться, следуя какой-то собственной и вообще ранее невиданной диете, заключается в том, что мы сейчас живем в обществе, где царит такое глобальное одиночество и отсутствие инициации. То есть мы живем в широком обществе, где люди общаются, имеют большое количество такого формального неполноценного общения. Большая часть общения, скажем так, большая часть общения это виртуальное общение, которое также не настоящее. И кроме того, если раньше люди находились в каких-то организациях, работали, чувствовали свою цеховую принадлежность, то сейчас очень часто люди работают сами на себя и они, ну, им сложно понять, кто они. А когда ты начинаешь питаться, предположим, ты становишься сыроедом, ты становишься веганом, каким-то фрукторианцем, то в этот момент ты становишься, ну, соответственно, веганом, сыроедом или фрукторианцем. Нас немного, но мы сильны, мы все против всего мира и это позволяет избавиться от одиночества, от ощущения вот этого вот одиночества в этом мире и какая-то инициация происходит определенная. Поэтому, пожалуйста, если вы пытаетесь и следуете при этом каким-то правилам, убедитесь, что эти правила, это не вы их придумали и, ну, что эти правила соответствуют каким-то определенным канонам. Потому что есть такие вещи, против которых просто не попрешь, как биохимия, физиология, циркадные ритмы, то есть ритмы дневные, там, суточные, недельные, месячные и так далее. Убедитесь, что есть какой-то человек или, не знаю, какая-то организация, структура, которая для вас действительно авторитетна и она авторитетна в плане питания не только для вас, а для достаточно большого количества людей. Убедитесь в том, что когда вы питаетесь по следуя своим правилам, вы не обманываете себя. Потому что я знаю очень много примеров, когда человек как бы декларирует сам для себя одни правила, но при этом сам же их нарушает. Ну, к примеру, девушка считает калории, она ест фрукты, крупы, но по вечерам, время от времени, там, несколько раз в неделю, она идет с подружками, они там пьют пиво и едят какие-то чипсы или пьют, предположим, вино и какие-то тарталетки. При этом вся ее идея о подсчете калорий, она, естественно, сыпется прахом при такой ситуации. Или бывает так, что человек питается правильно, но он недостаточно верно оценивает свою физическую нагрузку. И получается, что он питается недостаточно, это приводит к истощению, к неврастению, ну и вообще к декомпенсации. И самое важное, что нужно понимать, правильное питание никогда не бывает просто ради правильного питания. Есть какая-то цель, и эту цель важно понимать. Предположим, если вы хотите похудеть, то правильное питание это один такой маленький болтик в этом механизме, в принципе, какой-то нормализации своего веса. Это должна быть психотерапия, если есть какие-то коммуникационные проблемы, а очень часто есть коммуникационные проблемы. Переедание часто может быть причиной развития такого поведения у зависимой личности, что также предполагает коррекцию. Здесь необходимо изменение режима физических нагрузок, режима отдыха, режима проведения своего досуга. И очень часто при переедании у человека есть определенные хронические заболевания, которые просто нужно компенсировать и учитывать. Если человек просто не доедает, не учитывая все остальные факторы, которые я только что перечислил, то ничего здесь не получится. Поэтому кушайте с удовольствием. Помните, пожалуйста, что еда это еще и очень важный способ социальной коммуникации. Что еда наряду с сексом и сном это одно из трех базовых удовольствий. И поэтому будьте счастливы. Пишите, пожалуйста, в комментариях, о каких еще расстройствах пищевого поведения вы хотели бы послушать. Как вы относитесь к питанию по собственным выдуманным правилам. Не было ли у вас каких-то интересных ситуаций, когда вы как-то думали, что вы питаетесь правильно, а потом сами понимали, что есть какое-то заблуждение. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, если еще не подписались. Ставьте лайк, если эта тема вам понравилась под видео. Нажимайте на колокольчик. Подпишитесь на мой Instagram. Берегите себя и своих близких. И до встречи в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok